То есть, мой взгляд, очень опасно, проверено в истории много раз. Очень много ударов получила Россия от Китая, от этих стран, неадекватная страна. Я опасаюсь всегда Китая и азиатских стран в этом смысле, что, смотрите, они очень хитрые, они свою выгоду всегда ищут очень сильно. Это так и все, например, но здесь особенное отношение. Смотрите, ежедневный, ежемесячный, ежегодный торг между Китаем и Америкой, между Китаем и Европой, Западной Европой является огромным в сравнении с Россией. У нас нет у каждого второго вот компании в Китае, а у них есть у каждого второго все компании уже там. Они хитро играют, воспользуются моментом, что сегодня у России есть недоразумение с Западом. Они могут играть. И такие подводные вот эти камни есть там. Поэтому очень аккуратно, я думаю, Россия немножко спешила пойти подписать. Вынужденно, как будто есть слово desperate на английском. Это печально, не хочется увидеть Россию, как будто вынужденно пошла, понимаете, так как висячей головой пошла туда. Не так. Мы не показываем этого. Но в итоге результаты получатся так. Аккуратно этим. Надо с умом это делать. И все азиатскими. Я не хочу называть некоторые страны, потому что Россия начинает дружить. Одно я могу сказать. Вспоминай Россию, вспомни. 50 лет, 100 лет назад. Кто был твоим врагом? Враги, кто были твои враги? Не забывай о них никогда. Пусть они будут как будто печатаны в голове. Да, мы прощаем. Но вспомни всегда. Память освежи. ПОДПИШИСЬ НА НОМЕ ВАЗГЛАЦЕРЬ relatом, пропонema DJа, Продолжение следует...